Можно ли приготовить сливочную карамель не на сливках, а на молоке? Оказалось, что это реально, и я сделала для вас рецепт сливочной соленой карамели без сливок. У нее нет никаких минусов, и стоит она гораздо дешевле. Хотя нет, есть один недостаток. С этой карамелькой нельзя оставаться наедине. Для карамели нам понадобится 300 грамм мелкого сахара, 150 мл молока. У меня 2,5%. Ставим сахар и молоко на огонь. Молоко мы доводим до кипения, но не кипятим, а то в карамели будут комочки. А сахар нам нужно расплавить. Мы дожидаемся, пока на дне сахар начнет плавиться, и только тогда мы можем его аккуратно передвигать по дну кастрюли. Ключевое слово здесь не мешать сахар, а аккуратно передвигать его, чтобы ничего не подгорело и не кристаллизовалось. Когда на поверхности не будет кристалликов, можно уже мешать поактивнее и на более низком огне. Сахар стал красивого яндарного цвета, и все кристаллики расплавились. Самое время добавить 100 грамм сливочного масла и все тщательно перемешать. А потом уже аккуратно и медленно, постоянно помешивая, влить горячее молоко и уварить карамель минуток 5. Чем дольше увариваете, тем гуще она будет. Затем я перелью ее в прозрачную баночку. Даем карамели остыть и убираем ее в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь стабилизироваться. И наша карамель готова! Ее можно использовать как начинку для тортов, капкейков, как соус к блинам, сырникам или просто так есть ложкой.